мы можем сейчас говорить это дурдом просто с ее этими наездами ну ладно да ты знаешь отличная запись было бы интересно посмотреть когда когда в движении до камера в лучшую сторону да и в лучшую и в двух словах то есть сейчас идет борьба двух президентов значит и одного президента киршнер который уже 3 срока отбыл и он четвертый не имеет права быть но он законы в аргентине меняются как ему угодно а второй я забыл сиоли он губернатор провинции Буэнос-Айрес так вот губернатор провинции Буэнос-Айрес хочет привлечь нас в твою сторону богатых людей для этого он перестраивает весь Буэнос-Айрес весь генерал пас перестроил построил все новые железные дороги и так далее очень много перестроил а линию реводавию изменили лучше стало сейчас солнце поезда на фротернидар так как на линии тигры сделали да дорогу дополнительную поставили молодцы все перестраивается от фротернидада в тиграх все 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 что можно перекопать все перекопали кое-что уже закончили молодцы молодцы вот значит а это Кристина Кершнер ищет поддержку у простых вижеровцев для этого она раздала там 3 миллиона детских компьютеров то есть она грабит тех кто что-то завозит производит и дает этим самым но сейчас дело в том что сейчас Россия заключила с Аргентиной долгосрочный экономический союз ага вот и поэтому предоставила большие кредиты капец железных дорог развитие сельского хозяйства и так далее ну вот эти деньги часть воруют часть тратят здесь нет такого воровства космического как в России либо на Украине ну все равно что-то делают молодцы да я по операциям слышал молодцы сейчас покажу правда туман ну ничего покажи все равно как наше село выглядит качели или ничего не видишь туман правда не что-то вижу да плохо конечно вижу какой-то твои пресса или что там бля какие-то немножко в сторону веди дом бизнесмена крутого блин я вижу вижу да поставили что-то это уже местные да это уже местные мы саполидации провел электричество качели для детей поставили а дорога грунтовая все еще дорога еще грунтовая но уже траву стрягут раньше здесь заросли были выше человеческого роста да я помню а теперь травка не больше 5 сантиметров ее постоянно выстрягают здесь люди по субботам и воскресенья собираются еще по 100 по 200 постоянно фиесты проводят ну молодцы хоть изменилось это 70 километров от Буэнос-Айреса 70 километров от Буэнос-Айреса очень много строится строговодные сплошные постройки я вижу раньше я с Ашерами из Дайора Хроновой больше никого не было сейчас десятки домов построили а там где Витин дом был что сейчас? там просто его достроили и он продал его одному аргентинцу ну покажи ради интереса если видно сейчас я вот сюда вот так Паша я пишу, хорошо? ты видишь его? да я вижу прищепки на веревке хорошо чуть дальше чуть правее возьми о вижу блин руина та же самая но все равно я вижу облагорожено немного облагорожено немного да выше стало там и так далее а ну еще вправо поверни телефон дом там дальше вдали белый который ты продал Юра Киргиз он самый шикарный дом из всех в афроторнитане построил Паш поверни еще в ту сторону я вижу нормально классно белый дом да 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 я вижу блин это мой участок бывший я там фундамент закладывал да он стоит ни одной трещины дом не дал ничего очень хороший фундамент и мы сделали это для него подарок большой да мы там пахали хорошо несколько человек нормально Паша я пишу хорошо чтоб хотя бы этот самый ну по бизнесу какие-то контроли есть значит бизнес в Аргентине значит как бы сказать ужесточился намного контроль уже сточился контроль уже сточился контроль уже сточился то есть если раньше можно платить было 200 песов в месяц то сейчас надо не меньше трех тысяч платить иначе могут быть проблемы и в банках кругом та же самая проблема обманывают кругом в банках если ты допустим вовремя счет не закрыл за то что год по пользу счетов где ни копейки там не лежало нам будет несколько тысяч заплатить но я знаю меня грабили конкретно меня с моих денег сняли кучу денег не положили а с меня сняли когда я был да то есть я говорю как же мои деньги лежали должны обрасти да на сейвинге они говорят нет вы должны платить за то что деньги лежат ну пошли нафиг хорошо что кредитная начальница была знакомая да я закрыла мне не давали закрыть хотели видно оставшиеся деньги снять забрать то есть не давали ни снять ни карточку ни хрена какой процент по банку сейчас по кредитам значит будем так говорить все кругом написано регали бесплатно все дарим без процентов и так далее чтобы привлечь водопад на самом деле если человек на это клюнул и взял кредит к примеру в 20 тысяч то отдавать ему придется 200 тысяч капец какой процент годовой официальный процент годовой значит говорится син интерес син интерес охренеть без процентов но потом в итоге бросают такими космические проценты проценты на проценты и вообще страшные представления может приехать денег взять побольше мне тут не хватает ну это государственные структуры так обдирают паша сколько сколько у вас участок стоит сейчас 10 на 30 метров обалдеть обалдеть это если сразу да если деньги сразу по квотам естественно инфляцию накручивают и прочее фирма та же самая крутит да фирма та же самая крутит и поэтому она меняться не собирается документы у нее все липовые как и вся страна липовая поэтому значит считается это нормально ну ты знаешь глядя на свой участок бывший честно говоря как-то приятные воспоминания нахлынули несмотря на то что как бы тяжело да и через многое что прошли вот неприятно воздух здесь свежайший вода классная да вода классная звучит как минеральная вода у нас скважина 50 метров глубиной да вода супер супер и выходит вода а газ у нас провозной я понял ну в принципе нормально все равно знаешь столько лет прожил приятно посмотреть жалко что так все пересрали вот но в любом случае даже при тех раскладах аргентинах лучшее выглядит чем та же Украина Аргентина в одном отношении самая лучшая страна потому что здесь нет никаких таких вот больших военных потрясений и не придвинется аргентинцы они не воинственные и единственное что тревожит что русские завезли сюда самолеты военные базы поставили на юге там ближе к Антарктиде поставили военные военные базы какие то значит они дали помощь аргентинам и экономическим на самом деле фактически это военные базы им нужны может быть я бы не влазил в такую сложную там черт ногу сломает во всех этих взаимоотношениях кто кого жарит и зачем вот нам бы попроще да то что люди спрашивают как реально как вот если ехать в Аргентину ты слышал кого-нибудь кто реально получил вид на жительство ты слышал меня ты в цех идешь да это бизнес одного из самых крутых бизнесменов наших я вчерашнее видео поставил не видео а разговор поставил на сайт ты слышишь ага да все слышно Галина проснулась я капец шо нам с нашими женами такая фигня сплошная с ней и а да если не секу и так же на и на и так и Продолжение следует...